вообще я дизайнер по образованию и много лет я работал дизайнером арт-директором в крупных студиях крупной студии даже вот но в какой-то момент я просто понял что я все время думаю дрифте об автоспорте я готов там жить я просто принял решение что нужно заниматься тем что нравится и если этим заниматься серьезно это будет превратиться в работу и сейчас она в принципе так и есть началось еще в конце 2000 когда мы субару клубе вот эти свои клубные мероприятия проводили и так только еще тогда меня пригласили как бы в команду организаторов по сути мы также до проводили и катались все делали сами но еще с тех пор как-то вот опыт нарабатывался и мы просто поняли что мы можем больше мы можем лучше мы с каждым годом совершенствовались и теперь дошло до чемпионата казахстана по дрифту трифт казахстане на уровне доисторическом мы отстаем от россии лет на шесть-семь может быть от японии мы отстаем на полвека наверное но я считаю что среди всего автоспорта дрифт у нас неплохо развивается и несмотря на то что пилотов все так же не не очень много потому что это дорого это не не было столь популярно но я считаю что сейчас у нас дрифт очень быстро догонять будет как минимум россию мы для этого зовем на каждый этап российских судей как правило они же в прошлом либо настоящем и пилоты они нам подсказывают как строить машины правильно как проводить организовывать какие-то нюансы и когда есть кто подсказывает мне кажется развитие будет быстрее ну сложность вообще дрифта в казахстане в том что все это очень стоит как правило дорого все во вся организация и все прочее и всегда финансы это ограничивающий фактор самый главный благо появляются спонсоры люди компании понимают что дрифт это крутое шоу на которое придет очень много зрителей пусть не сегодня но уже завтра об этом узнает еще большее количество людей мы последние два года работаем с крупными компаниями такие как гелиос и так далее плюс не и эти компании эти ребята поддерживают нас им нравится то что мы делаем отбора как такового нету потому что есть тренировки люди сами просто в какой-то момент понимаешь что они уже хотят участвовать и они приезжают они регистрируются они пробуют кто-то боится сначала долго решается на участие а кто-то как мой сейчас ученик друг максим он осенью начал только тренироваться ближе к зиме он купил машину сейчас он примет участие в проклассе то есть самом серьезном классе человек не боится это зависит от людей у нас вообще есть дрифт-школа так скажем вот курсы дрифта для этого мы купили отдельную машину подготовили может прийти любой желающий но разумеется это стоит не очень дешево поэтому не каждый готов сразу потому что мы сразу предупреждаем за один урок за одно занятие никто не научится минимум пять-шесть занятий а это расход резины амортизации автомобилей поэтому конечно это достаточно дорого но поверьте это дешевле чем иногда сходить там кабак в клуб но какое удовольствие это приносит и человек который через три четыре пять занятий уже чему-то научился он скорее всего уже не уйдет оттуда а Вообще, несмотря на то, что мы со своим уровнем дрифтов в Казахстане, как я говорил, не очень далеко ушли, но у нас есть очень интересные машины, которые, пожалуй, аналогов некоторые и не имеют. Например, это дрифтовый Subaru Forester. Изначально полноприводный автомобиль у моего сокомандника. И все, без исключения, удивляются этому проекту. У него в Инстаграме сотни тысяч подписчиков, которые не только с Казахстана, с Россией, это со всего мира, которые просто удивляются, как ты, друг, делаешь это. Вообще, подготовка машины – это такая индивидуальная вещь. И нельзя сказать, что машина должна быть крайне мощной или какие-то еще особенные параметры. Потому что есть такие автомобили, которые при своей мощности 200 лошадиных сил готовы спокойно могут тягаться именно в чемпионате с машинами, превышающими мощность чуть ли не в два раза. Это все зависит от веса автомобиля, от настроек подвески, от настроек двигателя, от качества топлива. Мы используем в основном, конечно, казахстанское топливо, хотя есть и ребята, которые заправляются с специальным привозным высокооктановым. Но, как правило, нам достаточно 98-95 бензина с колонки. И мы, конечно же, используем Гелиос, это не сочтите за рекламу, но это просто мой совет. Мы настраиваем машины, блоки управления, и самый лучший результат, конечно, у нас на Гелиосовском бензине. Плюсы – это огромное удовольствие, которое каждый получает, зайдя в это дело. Но минусы – это бюджеты. Кто-то, как в казино, сливают все семейные бюджеты туда, а кто-то просто начинает больше работать. Ну, грубо говоря, да. И это правильный путь. Это стимул для развития и в спорте, и стимул для увеличения доходов. Ну, на самом деле, я никогда не думал о том, что мне нужно срочно своего сына внедрить в эту культуру, там, или заставить его заниматься этим. Просто изредка я выезжал в город на свой Subaru. У меня есть, помимо, как бы, дрифтового автомобиля, моя старая, боевая старушка Subaru Legacy. И когда я катал на ней сына, он всегда, конечно же, папа «поедь громко», говорит. Я знаю, что ему нравилось это. И однажды мы просто на каком-то из мероприятий таких, внутриклубных, еще тогда Subaru Club, я сына прокатил. И у меня в салоне была камера, экшн-камера, и я ее просто включил, и как-то так получилось, что получилось крутое видео. Мы пришли к этому постепенно, конечно. Все средства безопасности, кресло отличное, четырехточечные ремни уже во второй раз. В третий раз уже полная экипировка, практически шлем. Ну и у меня подрастает новое поколение, дочка. Будем с ней кататься дальше. Ну, семья у меня уже просто привыкла к моим вечным пропаданиям. Вначале-то когда-то были пропадания в гараже, теперь пропадания на мероприятиях, на тренировках и на подготовке мероприятий. Сейчас, благо, у нас есть отличный технический партнер, который готовит наши машины. Времени как-то больше уделяем семье. Я раньше участвовал во всем, в чем можно, кроме, наверное, драг-рейсинга. У нас проводились так называемые тайм-атаки, там мини-кольцо, небольшое кольцо, кольцевые гонки, джим-хана, фигурное вождение. Я везде принимал участие, потому что просто хотелось кататься. В итоге, конечно, я определился с дисциплиной, потому что везде участвовать это можно на каком-то уровне. Но на серьезном уровне машина уже готовится непосредственно под определенную дисциплину. И метаться я могу теперь только между дрифтом и джим-ханой, потому что джим-хана – это смесь фигурного вождения и с элементами дрифта. Так как мы стали с прошлого года обучать людей дрифту, я заметил, в принципе, это было не открытием, но все зависит от таланта. Кто-то у нас, есть два ученика очень крутых, они за 4-5 занятий начали ездить так, как, ну, возможно, я начал ездить через полгода. Конечно, а то меня никто не учил так, прям, чтобы сидели и подсказывали. Мой друг Антон, сокоманник, он, конечно же, подсказки какие-то давал, но в основном я выезжал сам, все пробовал, доходил сам. Субтитры сделал DimaTorzok Когда страха нет, все получается быстрее, как в любом экстремальном виде спорта. Ну, конечно же, дрифт чем хорош? Ты сидишь в этой каркасе безопасности, в шлеме и в многоточечных ремнях и чувствуешь себя комфортно и защищенно. Конечно, бывают аварии на дрифте, это вообще нормальное явление. У меня серьезных аварий не было, были маленькие контакты. Контакт в дрифте это такое явление, естественно, это даже никто их не замечает чаще всего. Там чуть-чуть задел бампер друг об друга, там, или там поцарапал крыло, это все ерунда. Но у нас должный уровень безопасности, мы стараемся его соблюдать при организации. Вообще, так как дрифт это шоу, мы стараемся иногда добавлять какие-то другие элементы шоу, помимо самого дрифта. Зритель всегда идет, конечно, на дрифт, но когда происходят паузы между квалификацией, там, отборочными, какими-то у нас были каскадеры, это Василий Павлович Тарабанько со своими, с группой Сталь, которые на Жигули вытворяют нереальные вещи. Как команда, как пилоты, мы, конечно же, планируем выезды, выезды хотя бы ближайшим соседям России на чемпионаты. Дрифт в Казахстане уже достаточно давно, где-то это 2008 год, наверное. Я, честно говоря, те времена еще особо и даже не интересовался этим. Точный год появления дрифта в Казахстане не могу сказать даже. Я прекрасно знаю людей, которые начали организовывать это. Был чемпионат, даже кубок, наверное, Торнадо-дрифт. Дрифт, Михаил его организовал, и чемпионат этот проходил буквально пару лет. Потом какая-то проблема возникла у организаторов, что-то не стало получаться, возможно. Я не знаю тонкостей, но дрифт какое-то время, на год, наверное, сезон он пропал. Потом, когда появился новый трек, новая площадка на Борндае, все ее знают, это Моторплекс, дрифт как-то опять появился, потом опять пропал, появились еще одни организаторы. И вот мы, наверное, четвертая волна с 2015 года. И мы очень надеемся, что мы не допустим больше провалов в казахстанском дрифте. Мы будем его качать дальше. Основная проблема, новички думают, что если они сейчас не построят такую же крутую тачку, как у этих ребят, то у них ничего не получится. Сразу надо 500 лошадиных сил, сразу нужно какую-то подвеску за 2000 долларов. Иначе его просто засмеют или у него ничего не получится. Это самое главное заблуждение. Можно на откровенном корыте научиться ездить, а на чуть более лучшем варианте, чем эта корыта, можно составить конкуренцию серьезным пилотам. Все зависит от человека, от его навыков. И нужно именно качать скилл, то есть, как мы это говорим, нарабатывать опыт и навыки. Это в первую очередь машина, запчасти, это со временем. Редактор субтитров А.Семкин